Добро пожаловать на лекцию про протоколы SSL. Как мы проверяем наш сайт? Какие протоколы SSL, SSL1, SSL2, TLS? Что он поддерживает? Мы делаем проверку AES на стандарты. Какие SSL стандарты поддерживают наш сайт, practicu.com. Есть такой известный сайт SSL Labs и у них есть бесплатная проверка онлайн нашего сайта. И мы видим, что сайт Practicu получил оценку C. Видите оценка C? Не A, не B, а даже C. И написано, что это очень опасно, потому что он позволяет подключиться через SSL 3. Есть такая называется Poodle Attack. Она может там выудить совсем немножко информации с сайта, но это все это ерунда. Я считаю, что она не очень опасная, но все равно сайт получил оценку C по безопасности из-за того, что SSL 3 разрешен. Мы можем здесь увидеть дальше. Deffy Hellman у него тоже низкий. Низкий и RC4 Cypher. То есть алгоритм RC4, он тоже считается устаревший. Шифрование, алгоритм шифрования считается старым. И мы сейчас будем заходить в Registry и отменять все эти старые алгоритмы безопасности. Мы берем риск, что старые клиенты, например там Windows XP с Internet Explorer 6 не не сможет к нам подключиться, но я считаю, что в 2016 году Internet Explorer 6 уже не релевантный. Лучше мне увеличить безопасность. Но чтобы не делать Registry вручную, я скачиваю программу AES Script. AES Script это бесплатная программа, которая заходит внутрь Registry и отменяет поддержку старых протоколов или их разрешает. И все это графически. Видите, это графически намного удобнее, чем самому ходить внутрь Registry AES. Я скачал AES Script и проверяю его на вирусы, потому что это файл .exe. Когда я скачиваю с интернета файл .exe, я всегда его проверяю, что в нем нет никакого вируса. И вижу, что 56 систем антивирусов и ноль из них говорят, что есть вирус. Декларируют о вирусе. Я полагаю, что, например, Касперский здесь есть, AVG, Micro, Trend Micro и все известные антивирусы здесь, конечно, есть. И я на них полагаюсь, что они хорошо проверили. Сейчас давайте запустим AES Script. И после того, когда мы его запустим, мы сможем выбрать, какие протоколы мы хотим поддерживать, какие нет, что отменить. Надо сделать Unblock, если я с интернета скачал программу. Вот. И вот так она выглядит. Очень простой интерфейс. Все очень понятно. И мы можем увидеть так. Протоколы enabled. Какие разрешены протоколы? SSL-1, SSL-2, SSL-3. После SSL-3 пошел TLS. Вот. Я могу отменить SSL-3. Могу отменить SSL-2. Это, в принципе, когда я сделаю Apply, пропишет все в registry. Вместо того, чтобы вручную все это делать и, например, отменить MD-5, то есть сертификаты MD-5. У меня и так их нету. Неважно. Что мы еще видим? Видите? RC-4, Cypher RC-4. Вот я могу здесь... Cypher – это алгоритм криптографии. Шифрование. Алгоритм шифрования. Я могу отменить. Отменить. И оставить, например, только AES – Advanced Encryption System. AES – это самые популярные алгоритмы сегодня. Или Triple DES. Triple DES – это 3DES. Например, только их оставить. Я могу взять... У меня есть готовые темплейты, готовый набор. Например, Best Practices. Что они рекомендуют? Стандарт PCI. Знаете, кредитные карточки. Сайт с кредитными карточками – это стандарт PCI. То есть я могу здесь поднимать уровень безопасности и отменять или подтверждать алгоритм шифрования, который я разрешаю между сервером и клиентом. Кстати, если я здесь напишу www.practicu.com, название сайта мне как раз откроет ту страничку. Вот. Например, я запрещаю MD5. Вот. Делаю Apply. Он говорит, что мне надо сделать рестарт компьютеру. Это настоящий сервер, на котором сейчас подключены все клиенты практику.com. И мы ему делаем рестарт. Вот. Но вы не бойтесь. У нас есть аварийная система, которая автоматом включается, если главный сервер упал или ушел в рестарт. Пока мы его ждем, я вам сейчас покажу, как работает моя аварийная система. Это очень интересный эксперимент. Это называется… Это часть от FreeDNS. Бесплатный DNS. Из-за того, что клиент премиум. Я им плачу 5 долларов. У меня есть FailoverDNS. Что такое FailoverDNS? Это… Я вам говорю, что www.practicu.com – это вот этот вот IP-адрес. У него приоритет 10. Но если он падает, то есть приоритет 20. То есть второй приоритет. Из-за того, что мы сейчас сделали рестарт этому серверу, первому серверу, он перешел на второй сервер. Это называется FailoverDNS. Заметьте, это не Round Robin. Это не Round Robin. То есть это не параллельно два работают. Только когда первый падает, все переходят на второй сервер. И это мне очень удобно, что я знаю, что все клиенты, на каком сервере они находятся. Они… Ищу их по всем серверам. В случае, например, что кто-то оплатил, у него там оплата не прошла, и надо найти, на каком сервере он находится. Все находятся на одном сервере, пока он не упал. Это называется FailoverDNS. И мы видим, что у него мониторинг, система мониторинга давала статус. Ответ с каждой страницы 200, это значит ОК. И вдруг стал 0, значит страницы нету. И мы видим, что статус сервера упавший. Давайте посмотрим, что происходит с клиентами в это время. Клиенты, которые обращаются к DNS Google, получают вдруг ответ на второй сервер. Видите? Система наша сработала. А потом умраться для detto… Если есть последний день. И если вы, какие причины,town… И нет, какой-н расположенный… Ну, брокированный gewег map